Я выбрала этот курс в том числе потому, что мне понравились работы выпускников. И ушла из академии в том числе потому, что мне не понравились работы нескольких поколений выпускников. И это тоже субъективно всегда, я считаю. Если ты идешь на какой-либо курс, какому-либо преподу, очень важно смотреть, что делают люди, которые выпустились, и что делает он сам. Потому что преподаватели всегда передают свой вкус. Меня зовут Маргарита. Я закончила курс Graphic Design Identity в школе Прожектор, которая уже институт, в августе 2021 года. Что нужно для того, чтобы попасть на этот курс? Сколько он стоит и сколько длится? Я сделала пробное задание. Оно заключалось в том, что мне за 8 часов надо было придумать айдентику для выдуманной страны, которая управляет искусственный интеллект. Вот, собственно, я прошла, хотя очень сомневалась. Обучение тогда, когда я проходила, стоило 16500. Сейчас, насколько я знаю, на пару тысяч дороже. Я проходила 3 месяца, но курс немного затянулся, поэтому, думаю, там 3,5. Почему ты выбрала именно его? Есть ли у тебя университетское образование? Я выбрала Прожектор, потому что... Ну, мне посоветовали, что это классная школа, типа надежная. Ну, не знаю, это странное определение, но так вот мне посоветовали прям несколько человек, дизайнеров. И я выбрала этот курс, потому что, типа, у меня уже были какие-то навыки в программах, то есть я знала Photoshop иллюстратор, там, ну, могла что-то сделать, вот. И мне хотелось именно уже дизайну учиться. А там есть еще базовый курс, но, ну, как бы я понимала, что мне на нем уже будет скучно. Хотя до этого мне тоже, как бы, по факту надо было еще немножко дорасти, но я так наперед запрыгнула. Я проучилась до этого полтора семестра в Национальной Академии Искусств в Наоме на специальности графический дизайн, но мне там не понравилось. Вот. И поэтому я ушла и нашла для себя альтернативный вариант. Ну, это такой суперсубъективный вопрос. Ну, в смысле, что субъективно вот мне не понравилось. Вообще я не считаю, что это какое-то там плохое заведение, вот. Или что это там духи. Я достаточно благодарна всем своим преподавателям, которые у меня там были, кроме украинского языка, разве что. Там очень много работать нужно. Прям очень сильно пахать в Академии. Мне кажется, на всех специальностях. Но это не всегда эффективные пути. То есть добиться результатов в дизайне можно гораздо без... Ну, короче, без таких потерь крови, пота и слез. Ну, мне кажется. И на примере прожектора я в этом убедилась. Ну, там классное, типа, классическое, там, академическое образование. Там классно, что ты, типа, образовываешься со всех сторон. То есть, типа, если ты после школки ничего не знаешь, то, ну, вообще, в универе же часто, там, типа, на первых курсах, там, философия украинская и всякая такая фигня, языки, там, такое. И это полезно. Но были какие-то вещи, которые, типа, я как дизайнер не хотела знать, типа, анатомия. Вот. И сам дизайн, то есть самого дизайна на первом-втором курсе было мало, и это было очень трудно. То есть создалось впечатление, что, чтобы быть дизайнером, ну, вернее, чтобы этому научиться, это реально просто, ну, просто каторга. Вот. А на самом деле можно немножко легче. Ну, то есть, типа, некоторые, например, у нас были курсовые проекты, которые длились, типа, там, полгода один проект. И ты полгода, ты реально пашешь, ты мусолишь этот один проект. Ну, как бы, есть разные люди, у них есть разные подходы. Я поняла, что мне подход, когда ты полгода делаешь что-то одно, и это, типа, ну, не супер, что сложное. Ну, то есть я поняла, что, типа, мне, ну, я не хочу так. Потому что второй подход заключает в том, что ты делаешь много, ну, как бы, просто нарабатываешь практику, ты делаешь много проектов, типа, один за другим. И таким образом ты быстрее совершенствуешься, это, типа, более, ну, как это интереснее. Ну, мозг у тебя не тупеет прям от такой работы, вот. И поэтому, короче, я для себя так выбрала. Но я уважаю людей, которые там остались. Я выбрала этот курс в том числе потому, что мне понравились работы выпускников. И ушла из академии в том числе потому, что мне не понравились работы нескольких поколений выпускников. И это тоже субъективно всегда, я считаю. Если ты идешь на какой-либо курс, какому-либо преподу, очень важно смотреть, что делают люди, которые выпустились, и что делает он сам. Потому что преподаватели всегда передают свой вкус. То есть ты учишься у кого-то, ты будешь делать на 50%, как он, сначала точно. И поэтому очень важно, чтобы это нравилось. Что вы изучаете? Как проходит обучение? Ну, короче, ты постепенно изучаешь, ну, как бы, все компоненты айдентики от А до Я. И тебе, как бы, их разжевывают очень понятным, приятным языком. Вот. То есть этот курс конкретно, он, как бы, об айдентике. И, ну, то есть там нет, там, я не знаю, там не обучают программам, там не обучают, я не знаю, что там еще такое. Айдентика – это визуальное проявление бренда какого-либо, ну, в которое входит его логотип, фирменный стиль. По сути, айдентика – это фирменный стиль. Есть там брендинг айдентика в фирменный стиль, это там плюс-минус одно и то же. Вот айдентика включает в себе, там, допустим, шрифт, которым всегда пишет эта компания, логотип, который у них стоит, как они используют логотип, цвета, которые у них есть, типа, как, какие смыслы они закладывают визуально, их, ну, визуальную коммуникацию с клиентами, например. Обучение проходит так. Там есть, вот я сейчас не помню, две или три лекции в неделю, или то две, то три, вот я не очень помню этот момент, но лекций было много. Я тоже сейчас бы пересмотрела еще часть из них и не успела какие-то внять. Вот, это, типа, полутора-двухчасовые лекции, ну, иногда часовые, в которых, типа, постепенно, то есть они открываются, там, в тот день, когда ты сделал, там, какую-то домашку до этого. В общем, у тебя не сразу есть весь курс, они постепенно открываются, вот. И в этих лекциях, типа, с нуля тебе объясняют сначала, что такое вообще айдентика, что такое брендинг, потом. То есть отдельно есть лекция по типографике в айдентике, отдельно есть лекция, там, про цвета и влияние цветов. Сначала вводные такие лекции про композицию даже. В конце уже, ну, там очень много практических реальных знаний, то есть, например, про печать, типа, как правильно, допечатная подготовка, все такое. То есть в этом курсе реально, ну, я нашла очень для себя много, я бы сказала, ну, типа, ну, прям, вот ты делаешь проект, я такой, блин, ну, как это сделать? Ну, ты просто заходишь, открываешь свои лекции, которые, кстати, это прям супер приятно, они остаются, типа, если ты закончил курс, это у тебя потом есть к ним доступ, и это просто бомба. Плюс есть раз в неделю вебинар с куратором, есть, ну, у нас было два куратора, и вебинары с ними, где-то можешь задать все вопросы свои, там, все все обсуждают, короче, в общем, что хочешь. Вот, и это очень интересно, потому что моим куратором, кураторами были Глеб Копориков и Нонна Старущенко. Мне с ними было очень интересно, и просто как преподаватели я их буду рекламировать всю свою жизнь, потому что по сравнению со всеми преподавателями в этой сфере, с которыми я встречалась, они просто супер умеют преподавать. Вот когда ты что-то сделаешь, они тебе сразу, типа, скажут сначала молодец, а потом что надо исправить. И это просто самое ценное, что может быть преподавателем, мне кажется. Вот, и, ну, вот они отвечали на все вопросы, показывали свои проекты, там, делились опытом, это было очень здорово на вебинарах. Плюс параллельно с этими лекциями у тебя идут, ну, проекты, домашние задания. Есть, типа, две, три, не помню, две, три домашки просто, которые, типа, тебе, ну, по сути, это, типа, сделать идентику. Есть те, которые выдуманы, и два курсовых проекта, которые ты делаешь идентику для реального заказчика. В прожекторе это практикуется на всех, или почти на всех курсах, что к ним обращаются, ну, типа, там, бренды, клиенты, люди, которым нужна идентика для того или иного, я не знаю, кафе, что там, что хочешь. И, ну, как бы, в группе все делают идентику для... Ну, то есть все придумывают свои идеи, разрабатывают, доводят до конца прям полную презентацию, презентуют клиенту, и клиент потом выбирает, типа, что ему нравится. Вот, и у нас, ну, вот у нас тоже было, как бы, это два курсовых проекта, две идентики, и это был суперкрутой опыт. Эти курсовые, ну, они, типа, ты реально можешь выиграть, просто реальный проект, это будет твой первый заказ. Вот у меня так случилось, что, типа, второй курсовой проект, я его выиграла, это было идентика для Украинского института книги. Я не знаю, это можно рассказывать? Ну, пойди, да. Короче, и я его выиграла, и потом с куратором доработала, ну, это по инициативе Глеба, что он дальше меня курировал, доработала эту идентику, все, блин, это офигенный, ну, как мне кажется, опыт первой работы, там, где ты, как бы, безопасно себя чувствуешь в среде. То есть я прожектор очень ценю за то, что есть вот эта возможность попробовать реально поработать, пока ты учишься. Ну, и тебе, ну, то есть у тебя всегда есть рука помощи, и ты, как бы, тебе сложно сильно облажаться, потому что ты в любой момент можешь спросить, тебя курируют, вот, и это очень круто для образования. Кем ты можешь работать после этого? Сколько можно зарабатывать в этой сфере? Дизайнером. Ну, графическим дизайнером, который делает, там, логотипы, айдентику, типа, кем ты еще можешь работать? Ну, дворником по типу работать. Ну, ключевое то, что ты можешь уже работать после этого курса. Для меня это важно. Ну, насколько я знаю, я просто пока еще на фрилансе, и у меня, типа, немного проектов, поэтому я не могу судить прям среднюю. Ну, как бы, насколько я знаю, типа, джуниоры получают, там, где-то 12 тысяч от, ну, там, плюс-минус, а синьоры 25. Вот, опять же, там, если... Ну, то есть, и разные... Вообще, это все, наверное, очень по-разному. Ну, если у тебя, там, есть нормальный, много молодых друзей, то, так или иначе, кому-то что-то надо. Вот. И таким образом ты находишь работу. Например, за скул. В принципе, после такого курса спокойно можно писать, там, письмо, там, ну, во все агентства страны, где ты хочешь работать, и просто говорить, там, типа, вот мое портфолио, а у тебя к тому времени уже будет портфолио, и это тоже круто. И говорить, типа, там, я хочу быть джуниором, я очень хочу, там, у вас-то что-то, ну, короче, что-то делать, и так далее, и так далее. Это если, типа, ты хочешь попасть в какое-то агентство. На фрилансе тоже, типа, выставляешь работу, короче, продвигаешь себя. Да, ты все время сидишь за компом, и я не могу сказать, что я какой-то положительный персонаж в этом случае, потому что я все время сидишь за компом, и я мало делаю перерывы. Ну, короче, если ты прямо на фрилансе, то очень важно, чтобы у тебя была хоть, ну, хоть капля какой-то дисциплины внутренней, чтобы ты просто ночью, типа, не работал. Вообще дисциплина, мне кажется, для любого человека на фрилансе это супер важно, тем более для дизайнера. Потому что, ну, типа, там, первые проекты, и ты, ну, как бы, учишься понимать, что, там, допустим, вот это для меня было сложно, понимать, сколько, какой проект, сколько времени мне займет. Исходя из этого, там, говорить о цене, говорить о сроках, и не сидеть потом ночью три часа, а потом еще правочки. Вот. И вот это важно. Потому что, если не так, то да, ты просто сутками сидишь за компьютером, не выходишь на улицу, у тебя карантин просто, несмотря ни на что. Что тебе понравилось на курсе? А что хотелось бы улучшить? Ну, у них, да, блин, на сайте везде написано, что у них, типа, культ практики, и у них реальные заказчики. Это просто бомба. Вот. А еще мне понравилось, я сейчас подумаю. Очень, блин, понравилось, что там преподы, которые этим занимаются. Ну, то есть, ты реально приходишь, и эти преподы, во-первых, у тебя личный с ними, ну, то есть, личный фидбэк. Ну, то есть, да, это типа онлайн все, это все онлайн, кстати. Но, блин, это реально личное общение все равно. Ты можешь задать все вопросы, которые ты хочешь, ты можешь попросить, там, прокомментировать свои старые работы, показать портфолио и так далее. Людям, чей дизайн тебе нравится. И это круто. Вот что, типа, ты можешь выбирать. Потом, что мне еще понравилось? Блин, до лекций просто бомбезные. Я просто, блин, ну, после универа, мне кажется, прожектор это просто манна небесная. Потому что там все, типа, структурировано. Там, типа, ну, как бы, никто не отменяет пары в последнюю секунду. Там все взрослые люди умеют пользоваться зумом. Ну, то есть, короче, там очень много плюсов. Вот. Ну, именно, это более современное обучение. Даже не говоря про образование. Именно обучение, конечно, гораздо современнее. Плюс, типа, лекции, они реально... Ну, то есть, как обычно, ты приходишь на пару, и там препод может, я не знаю, рассказывать тебе какую-то фигню, там, и задержать тебя потом, и ты ничего из этого не вынесешь. А здесь такого нет. Ты, блин, если тебе суперскучно, просто, типа, скорость увеличил, но такое редко. И эти лекции, блин, они реально очень много себе информации нужной содержали. То есть, ну, типа, были люди на курсе, которые были немного недовольны, потому что нам иногда... Ну, вот это из минусов, я не... Как это? Не по очереди буду говорить. Не всегда, короче, был вовремя фидбэк. Ну, то есть, он был рано или поздно, просто иногда приходилось немного подождать. Вот. И кого-то это прям, типа, в смысле, типа, так не работает. Но мне после универа, реально, ну, типа, в универе, к студентам, всегда, мне кажется, ну, только если ты там не семь человек, у вас на потоке, то отношения не такое хорошее, как на курсах. Ну, мне кажется, в любом случае. Ну, хотелось бы, наверное, больше общения с преподами живого. Ну, просто, я не знаю. Блин, мне просто все время, пока я там училась, очень хотелось с ними встретиться. Вот. Потому что они такие классные. Я их очень любила. И люблю. Вот. Что еще? И так, в принципе, у меня не было вообще никаких личных, типа, пожеланий. Можно ли научиться этому без курса? Каким образом? Ну, на личном опыте за 10 лет практики, да. Или ты можешь пойти просто сразу, там, выучить программы, пойти на стажировку, если тебя куда-то возьмут, и, типа, в процессе работы выучить какой-то жизненный опыт. просто накопить? Да, можно. Самому дома сидеть, смотря ютубчик, далеко не все. Потому что, ну, реально там информация не та, которая везде. Ну, по крайней мере, я не нашла такую больше. И мне, ну, то есть, для меня этот курс окупает свою стоимость полностью. даже перекупает сильно. И я бы, ну, мне кажется, глупо реально самому толкаться. Просто дольше, намного. Плюс, типа, блин, реальные дизайнеры, которые тебе сразу помогают, просто они поднимают твой... Почему скачок происходит вообще? Потому что тебя препод вытягивает. И так везде. То есть, хороший препод, хороший результат. Это, ну, как бы закон. Хороший... Ну, то есть, это не то, что... В универе, например, просто это может быть дольше. Но, опять же, если в универе будет хороший препод, это тоже будет хороший результат. Просто мне повезло именно здесь. Поэтому я считаю, что надо идти на курсы. Эти, конкретно. Почему ты выбрала именно эту компанию? Какие есть альтернативы? Ну, сквоты я, честно, просто не очень смотрела. Ну, и плюс там дорого. А каму я просто... Ну, короче, мне под прожектор мне очень понравился визуально. То есть, он... Это же школа дизайна, и ты, как бы, смотришь на дизайн школы. Вот, мне больше понравился дизайн-прожектора, во-первых. Во-вторых, ну, мне его посоветовали раза три. И, в-третьих, там у них, блин, очень удобно все, понятно. Очень, ну, вот эта коммуникация с будущими студентами, абитуриентами, так сказать, она очень-очень крутая. Типа тебе все письма вовремя приходят, там, тебе 35 раз предупредят, тебя спросят, как тебе удобно, тебе перезвонят, тут написано, там, если у вас есть какие-то вопросы, после третьего занятия, вернее, до... Ну, короче, до трех занятий, если тебе не понравится, тебе вернут деньги. Ну, так это же, блин, совсем другой подход. Реально. Так не везде оказалось.